Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного номер 872 события дня 3 царств 14 6 я грозный посланник к тебе это пророк говорит за 6 мая 2017 года было воскресенье батюшка приехал отец Аким литургия была причастники были после как всегда собрание собрание маленькое необычное потому что сразу в разъезд батюшка поторопился Виктора Андреевича он вел собрание всегда его нету считать тут Сергей Сергей передал дыбу новые вот по-другому было а тот считал на сегодняшний день евангелия в толковании блаженного фефилакта просто сидя ну как-то не так все это было ну а потом что тут трапеза была у них я уже не видел там занятия там с батюшкой еще говорили приходил и уехал сегодня температура до одного градуса тепла допустилась так что ну и вот беседа оформлена смотрите советуем посмотреть очень полезно здесь серахов 37 2 не если скота скорбь до смерти когда приятели друг обращаются во врага кто как испытал это я испытал это сотни раз наверное так господь допускает это уже если бог допускает это означает принял господь сергеева игнатов христос воскрес игнатий тихоныч у меня слава господа иисусу христу душа постоянно хочет хоть немного но ежедневно слушать слово божие но не из любого источника а прежде всего из твоих уст зачастую и молюсь я вместе с тобой и братья включая видеоролик где идет молитва с твоим участием еще у меня был сегодня после по газослужения разговор с одним молодым священником виталием которого дали в помощь настоятелю нашего святотихоновского храма протеерея николая шипила фамилия ну какой молодой таз раньше 30 лет у незаконно его надо наизвергать вытряхивать это канон говорит шестой вселенский собор 14 15 правила а здесь даже нужно никакой нету патриарх все нынешний кирилл даже в епископу поставлено раньше 30 лет как рвутся них власть это прям помирают но иди пока работой закрепишь опыт какой-то будет 20 лет нету уже наворачивает показал отцу виталию правила поведения прихожан в анфимы свято анфимовской некомедийской общине поселке потеряевка и обратил внимание на то что в нашем храме в отдельные моменты богослужения нарушается порядок прихожане пропев молитву очень наш идут приложиться к иконам разговаривают пока священник исповедует на клиросе щитает жития святых которые из-за шума едва слышно канон крещения троекратном погружении не выполняется но ничего и нет так так как прокручивать деньги собирать нет никакой катехизации крещаемого или их восприемников священник с этим согласился согласился еще не согласился когда мертвецы вокруг скотомогильник погибшие овцы израиля или их восприемников с этим согласился но сказал что все вопросы к настоятелю отцу николаю а тот заявил что у него нет времени на разговоры со мной по этим и другим вопросам еще спросил у меня что сказал благочинный то есть по порядку любят скидываешь я не виновен это фальшь оба упадут в яму когда я был у него наш благочинный отец игорь когда он был на нашей шахте южно-донбасска номер один декабре 2017 года в день памяти великомученицы варвары то я в присутствии обоих священников попросил его благословить их организовать нашим святотихоновском приходе воскресное занятие по изучению закона божия не слово божие закона так не это огромная разница тот ответил что эти вопросы решаются и до сегодня решаются ничего не решается то есть нету ничего зачем все это делать почему не закрыть этот храм и ключи не забросить подальше пока я в меру своих сил через фейсбук распространяю близкие моему сердцу видеоролики с твоим участием давая на них свои комментарии а также даю комментарии на материалы других участников социальных сетей основываясь на том чему учит господь через своих пророков апостол в этом мне помогает пророков апостолов в этом мне помогает твои труды поэтому мне очень близки слова твоей благодарственной молитвы ко господу за то что он избрал и благословил нас православных христиан в том числе и меня не достойного быть его рабом и по божьему милосердию и чадом как всегда прошу твоих отеческих молиться за себя строптивую жену раису болящего сына сергия который полгода по моему решению не портит корея бороды своей и не разрешает матери брить ее а также за старшего сына рустика живущая в городе магнитогорске отца троих детей испытывающего материальные трудности храни тебя и ближних господь твое духовное чадо игнатов сергей даже не знал и опять чада спрашивает сколько детей где же их сосчитаешь что они каждый день рождаются неплодно рождают сайт к истине радости да дудин так и не отвертится связи с вами евгений тропкова игнатий ходишь мир вам не могли бы вы скинуть мне эту переписку и романаха григория с вами сюда в skype хочу почитать прямо с вашего сайта во свете библии сам не могу найти открыл youtube а вы уже закачали ролик с перепиской к удивлению пока что считаю через youtube хотелось бы посчитать переписку и через сайт более удобную для меня будет хотелось бы видеть женщин тут фотографии выставляю геннадия фаста тут пишут хотелось бы видеть женщины маленьких девочек покрытых и в более закрытых платьях я не знаю то ли я тут выставил это или не выставил эту фотографию то она тут была все же тут не видно нигде как будто бы ноги-то раз говорит за счет где-то она есть тут евгений торопко вот изучение сейчас посмотрим а вот она вот видите это что нужно пока правка масштаб увеличить вот он отец геннадий фаст а кто тут стоят я никого не знаю и как но мерзкие мерзкие стоят и женщины без платка все не считая тут у матушки так на голову что-то накинуто и подвязывание одного нет даже не маленькие небольшие и все без рукавов все им жарко жара разжарила я я спрашиваю что такое это они дети-то на неверующих женились но ясно дело в половину говорят по азотски а в половину по азовски вот так бесплатка все серьезного лица буквально ни одного нету фотографии я не знаю кто дочери это вот как есть у раз выставили значит секретное семейное фото 2014 года насчет они благополучная обстановка тут толковать не о чем помоги ему господи ему так трудно отцу геннадию то не знаю что это как это у нас тут записки о матушке июле ну ладно это надо что сохранить лучше обойти ее так хотелось бы видеть женщину маленьких девочек покрытых и в более закрытых платьях но все мирские до груди все рассыпано а мужчин в семье постовых с бородами как подобает мужчинам христианам подобает простая одежда но носящий строгий характер вид в закрытости тело везде под пуговку это показывает вид собранности человека на всякое время борода указывает на мужественность и главенство мужчины пояс на готовность любой час выйти на дело бога господня покрытая голова женщина указывает на полное послушание и подчинение главенству мужа мужчины пояс на готовность любой час выйти на дело господня покрытая голова женщина указывает на полное послушание закрытая одежда женщины со всех сторон. Указывает на внутреннюю чистоту и непорочность быть женой одного мужа и никому не показывать частей своего тела. Телесно быть закрытой для глаз чужих мужчин. Он не случайно написал, он как раз брал, что этого ничего у них нет. Если бы со стороны кто-то так, что это верующий, даже никогда бы не поверил. Так, дальше я пишу. Желающий услышать голос убиенного отца Григория Яковлева. Можете зайти на наш сайт во свете Библии. И вот здесь, в начитке архипелага ГУЛАГ, трагедия русской церкви, жития святых 20 века найдете искомое. Главное, посмотрел, а там все затерто. А почему? А там что-то сервер меняли, и там сколько было перекидывали с одного на другое, и все порастеряли. Илья один зашел. Здравствуйте, вы молодцы. Смотрю ваши видео и очень нравится. Вот так. Показать, что еще. Сейчас мы посмотрим. Сейчас же воскресенье, тут ничего с других ресурсов не перетягивал, поэтому так. И вот с Самирой Тайгеевой переписывались. Она говорит, да уж, отец Игнатий, у нас тоже такие противные мулашки это есть. Я показал священники там какие, пузатые, ужас просто, вот-вот лопнет. Надулся, говорит, как клещ. Зачем такие? Еще в люди выходят и говорят, ну все, от лица до пяток, и глаза вывалились от жира. Без страха уточняют себя, говорит апостол Иуда. Златоуз говорит, прямо, что ты приготовился, тебя в жертву будут приносить. Их специально держат в храмах, чтобы вызвать отвращение к религии. И вы знаете, у них это получается? Они такие черные от своих дел и тучные, только и знают, как бы побольше денег с прихожан содрать. Вот, видишь как. Да, кстати, в Коране, вы помните, есть стих, где говорится, что большинство священников и мул будут сводить людей с истинного пути и несправедливо пожирать. Будет их добро. Бог знает все наперед. Добразумит их Господь. Бог. Как вы научили меня говорить? Ну, конечно, не все священники мулы такие плохие. Есть и светлые люди, но их очень мало. Спаси Бог. А тут мусульманка пишет. Мы с ней познакомились. Она ко мне не смогла приехать. Я туда поехал. Там был. Ну, и вот теперь мы посмотрим, какие еще у нас тут вопросы есть. Стихотворение. Второе. Коринфянам 5.16. Потому что отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Марка 9.9. Когда же сходили они с горы, он велел никому не рассказывать о том, что видели. Да коли сын человеческий не воскреснет из мертвых. О, если бы мы видели, что есть, хотя не видя, ясно представляем, пищеварение и то, на что нам сесть, как без одежды, без нижних одеяний. Вот выступает высесть над трибуной с иголочки одетый президент. И некогда нам мысленно подумать, что через час нырнет он в туалет. Но ангелы такими видят всех, как пища разлагаясь будет жижей. Величие людей есть грех и смех, что, говорю, на то не будь обижен. Довольные в президиуме сели, но мысленно вообразим их сущность. Дела у каждого и в стирке не отбелят, ни оптом, ни реформой поштучно. И далее шагни через барьер, чуть приоткрою в будущности полок. Иные декорации, флаг иной герб. Союза нет, на счастье он расколот. Через десяток лет уже заносит след. Аварии слезнули, перемены. Князья не застрахованы от бед, хотя они творцы экспериментов. Сдувает пену у морской волны, герои тлеют, листья опадают. Открыть глаза на то, кто чем больны, увидели бы хищников лишь в стаю. Вот змей ползет и волочится галстук, бездельники и хитрецы в фаворе. А здесь капкан матерый волк попался. Отнюдь Евангелия не были покорны. Увидеть ад гиенну и мучения, сумеем ли за ширмой суеты. Изменит все лишь во Христе прощение, на воскресенье взгляд перевести. 14 декабря 2005 года. Игнатий Лапкин. Псалом 61.10. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. И Кристиас 1.14. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все, суета и томление духа. Вот такой проповедью в стихах ну и отобразил себя в этот день. Теперь надо посмотреть еще у нас, что здесь есть такое. Мол и Самира пишет, это можно убрать. Ну, еще сказать. Даже, мол, перетащить сюда. Буквально, если перетащить, вот события дня, куда утащились. Ну, теперь показать наши ресурсы. Вот мой мир, я больше всего ее люблю. Очень удобная система. А была она в тысячу раз удобнее. В тысячу. Вот этот ролик все народы мира не пропустили. Там музыка, Яков присвоил. А Виталий взял, да сюда поставил. На мой мир. Это вот наш православный форум Игнатия Лапкина. 3011 день. 1600 тем. Очень большой. Ну и вот наш православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Вот здесь открытым оком с большой буквы, она да с маленькой. Я попросил убрать, уже невозможно все. Ну, ладно. А здесь вот какие проповеди сегодня выставлял. Так просили всегда выставлять пораньше, что за... у нас, когда идет собрание. И вот я тут так и выставил собрание. Вот она идет. 61 просмотр. Так, нужно посмотреть сейчас дети. Вопросы какие будут. тысячи тринадцати. Сейчас. Если это было, что-то, не знаю я. Раз было, зачем оно у меня-то... Было, тогда бдите один поставим. Вопрос тысячи тринадцатый. Третий том открытым оком. Скажите, пожалуйста, у меня сын берущий или нет? Если он не слушается меня и грубит, хотя часто слушает ваши слова. Ответ. Не сразу же это у вас все началось-то. Почему же вы это позволили ему? Когда со мной невежливо заговорил один заключенный, убийца в камере, то я при всех выговорил, ему сказав, «Авразия дал вам повод так разговаривать со мною?» Он как-то сразу испугался и умолк. А я встал на молитву. Заключенные сразу же окружили его, остального я уже не видел. И больше никогда, ни от кого, из тридцати с лишним человек, это уже не повторялось. А это ваше чадо. Оно было на ваших руках. Ребенок был такой податлив. Почему вы в сердце ребенка не установили престол Божий, не привели ему страх Божий, Ян Златоуст советовал таких детей связывать, избивать и изгонять. Что из этого? Вы уже применили в отношении Гурбияна. Что из этого? Вы не воспользовались, данной от Бога, законной властью матери, разрушить его дело до основания. И сегодня он приводит вас к раскаянию. Сегодня же подведите его ко мне, и я сам разберусь с ним. Так, не привели. Так. Ну вот это вот, такой вопрос, так я его отвечаю. Стою за кафедрой в университете. Далее еще один вопросик вытянем. Вопрос 1295, четвертый том, открытым оком. Как воспитать в вере во Христа мальчика в возрасте 7 лет, которая взяла на попечительство бабушка от родителей пьяниц? Ответ. Если родители даже пьяниц, и они согласны, чтобы вы воспитывали мальчика для Христа, и обещают обязательно письменно, что они будут вмешиваться в вашу жизнь и ваше воспитание, и сами вы хорошо знаете, как воспитывать по Евангелию, и о том всегда молитесь Христу. То дело уже начато, основание положено. Теперь дело за мальчиком. Желает ли он или нет? Если можно, приведите его в христианскую семью, а еще лучше в наш детский православный лагерь. Здесь он почти 3 месяца будет воспитываться на лоне природы, без криков, но в строгой дисциплине. Если же ребенок одержимый, то есть яблоко упало недалеко от яблони, и он противится идти в церковь, склонен к побегу, рвется во двор и совершенно не слушается вас. Постарайтесь вернуть все в исходное положение. Ребенка вернете, иначе над вами нависла беда. Свобода выбора принадлежит ребенку. Если он уже хлебнул горе в семье пьяниц, то в этом возрасте он уже вполне может сориентироваться, где добро и где зло. Тем более, трудные работы, как воспитание юношества, более трудные-то, но и более почетные нет. Хорошо, если есть куда пойти и учиться в воскресную христианскую школу, где глубоко верующий учитель поддерживает настоящую дисциплину. Вы можете ходить вместе с ним. Вам это тоже не помешает. Специально воспитывать такой науки вам уже не осилить, но приучите его рано вставать, соблюдать посты, не обижаться, не быть дерзким, дрожжливым. Хорошо, если рядом будет настоящий маленький христианин его возраста. Приобретите нашу книгу «Открытым оком» «Третий том». Там есть программа занятий со всеми возрастами детей. Поставьте задачи с первого же дня и сами это подтверждайте своей жизнью. Выдвигнуть, воздвигнуть два авторитета – Христос и Библия. И чтобы ребенок слышал слова молитвы о его заблудших родителях и молился о них. Сохрани вас, Бог, при ребенке плохо отзываться о его родителях и тем более травить против них. Старайтесь брать его всегда с собою, куда бы вы ни шли, и учите его на положительных и отрицательных примерах. И более всего на отрицательных. Смотри, что дьявол делает с людьми, и таким образом будешь ты валять со всеми презираемый. И если заметили, что люди хорошо трудятся на стройке, остановитесь и расскажите, насколько полезен специальный строитель. А если придется увидеть, как засевает землю или идет уборка в поле, лучше урока не придумаешь. Скажите, что без этих людей мы все бы давно умерли. И так в каждом деле. Пресекайте всякие ябоды и жалобы, чтобы он никогда не стонал и был всем доволен и никому не завидовал. В одном парке увидели высокого седовласого старца лет восьмидесяти, который бегал и прыгал со своим правнуком как мальчишка. Увидев внезапно подошедших молодых людей, он вдруг застеснялся и извиняющийся голосом сказал, когда я был маленький, мне не пришлось играть. И я как бы переживаю свое детство, гуляя с ним. Уразумели ли, для чего я это сказал? Вот я же сказал, почему. Это тоже талант определить, как Костина хотя бы это относится к нам. Как именно? Вопрос 1298, четвертый том. Наши дети учатся в школе, и они там выбирают себе героев, с кого писать свой образ. И они серьезно верят, что можно прожить так, как жил Давыдов или Нагульного из романа Шолохова «Поднята целина». В действительности же неверующие могут ли быть такими примерами, кого вы знаете? Тем более, это выдуманные герои, и не было никого из них. Он сидел и думал, как назвать их. Ответ. Люди мира сего разделяются на классы, на богатых и бедных, на образование и национальности, по полу, здоровью, положению в обществе и так далее, и тому подобное. Слово же Божие, Святая Библия всех людей, делит на две части, левая и правая, рай и ад, жизнь и смерть, вера и неверие. Серахов 33-14. Если бы Библии-то не было, уже сослаться куда? А люди, которые это сделали, они думали, как лучше сделать-то. Вот это место я бы выделю. Вот так. Как на Серахов 33-14. Как напротив зла, добро и напротив смерти и жизни, так и напротив благочестивого грешника. Так смотри, все дела Всевышнего, их по два, а одно напротив другого. Серахов 42-25. Все они вдвойне. Одно напротив другого, и ничего не сотворил он несовершенным. Евангелие от Иоанна 3-18. Верующий же в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя народного Сына Божия. Евангелие от Иоанна 3-36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. 1 Иоанна 3-10. Дети Божьи, дети и дьяволы узнаются так, всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Матфея 25-46. И пойдут все и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Вся жизнь дана человеку для того, чтобы определиться, с кем ты хочешь быть. Ясно, что всем хочется в рай. Значит, руководителю нужно искать такого же, кому можно подражать, который доведет тебя до желаемой присоединения царствия твоего. Апостол Павел успевал, увещевает. 1 Коринфянам 4-16. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Но надо было знать учение Христа и что в нем заключается. Так говорить. Филиппийцам 3-17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». 1 Коринфянам 10-13. «Я, по данной мне от Бога, милой благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое и есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, солома? Каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Неверующий человек для верующего никогда, ни одной секунды не может быть образцом во всем, и особенно в вере, и в цели жизни. А верующий, даже среднего уровня, для любого неверующего может быть примером. Вот как показано. Теперь желаешь беседу какую-то вести? Сначала Слово Божие изучи. Все, чтобы было как положено. Тут еще стихотворение одно. Его Виталий Калиников выстроил к теме про нашу общину. Вот так. Это теперь мне нужно забрать и идите сюда вот сбросить. А это пустой. пустой. Сейчас посмотрю. Булы. Где и куда. В поисковик заложим. Да, дети тут еще где-то было. Вроде брали слово какое-то. Вот ишь не нашел. Так, это у меня что, фотография? Так, что же у нас здесь сейчас есть? Стихотворение просчитать. А стихотворение, которое просчитали, это не все. Вот Виталий выбрал вот это стихотворение к теме про общину. 1 Коринфянам 3.6. Ну, чтобы взять и показать, где, ну, на слове Божьем работать, ответы давать. Надо любить его. Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто. А Бог, вот все Бог возвращающий. Деяние 2.18. А на рабов моих и на рабынь моих в те дни излиет духа моего и будут пророчествовать. Вошлю уже в историю, хотя не повсеместно, под поясом рубашки на выпуск по старинке. В три погружения уже повсюду на ней крестят. В чем явно преуспели, о том сильнее крикнем. Что сделали еще, сумели отличить? За что боролись, а теперь вкушаем? Конечно, дисциплина, все идеально чисто. Конечно, община пока что небольшая. Но труд затраты смогут окупить, и когда душа у веровов приносит раскаяние. Прилежные тогда. Небриты братьев лица с тех пор, с тех дней и стонов. Окаянных. Увлек, от них для псов одни колбасные обрезки. Огонь давно погас, остыл и уголек. Ушли и вымелись с невообразимым треском. Община и историю фиксирует дневник. Придерзким и завистливым здесь было неуютно. Фамилии отступников и фото все для книг. Но вспомним горести, припомнишь и беспутных. Для тайной исповеди находили место. Библейское считается по-русски с выражением. При зрителе устава выговорят резко. К лукавым, к непоступным вползает торжество. Вползает отречение. Считаю, так плохо на ходу. В общем, уже оформившийся вид и груди два завета подобны башням стражи. На русском, на понятном, к нам муэльзин давит, а секты разномастные давно уже не страшны. Похожи на осколок апостольских времен, помятая канонами глухих богослужений, богоприимцем станешь, как старец Симеон. И впереди не отдых, а множество сражений. 7 апреля 2006 года. Закрыть. Ну, все на этом.